Солнце, восходящее над столицей. В эти минуты город только просыпается. Еще немного, и эта тишина будет нарушена. Город будет сравним с бурлящей рекой. Такова она, Астана. Динамичная, быстро развивающаяся и совсем не знающая усталости. Это улица Янушкевича. Выбрали мы ее не случайно. Еще Адольф Янушкевич в своих записках предсказывал, что именно этот город станет центром казахских степей. Адольф Янушкевич в районе 1838 года в своем дневнике пишет таким образом. Степь коренным образом меняется. В степи появляется множество городов. В том числе такие города, Кушмурун, это Кустанайская область, Аягус, это бывшая Симпалатинская область, Ахмала, это Ахмолинская область. И дальше продолжает следующим образом. Интересная, довольная мысль. По моему глубокому убеждению, Ахмала – это будущая столица степного края. Вот почему я всегда обращаю на это внимание. Что было с этой улицей, как она менялась, впрочем, как и другие исторические факты, мы знать не можем. Но у нас есть уникальная возможность наблюдать за тем, как преображается столица. Правда, в ежедневном водовороте мы не замечаем этого. Проходим ежедневно по одним и тем же улицам и не замечаем того, как быстро воздвигаются здания и зеленеет столица. А ведь это уже часть истории. Впрочем, как и мы с вами. Через Ахмолинские степи пролегал Великий Шелковый Путь. Вот и сегодня есть огромный потенциал для становления Астаны как транзитного транспортно-логистического хаба. С появлением на карте Казахстана точки Астана взяли свое начало и новые отрасли промышленности. Создаются специальные экономические зоны, внедряются новые технологии. Астана стала мощным международным центром. Теперь она будет переходить на сервисно-технологическую экономику, что характерно для современных мировых городов. За последние годы наблюдается достаточно бурный экономический рост города. Только за десятилетия экономика города выросла в абсолютном значении более чем в 10 раз. Сегодня уже экономика города, так скажем, занимает около 10% от национального ВВП. Это значит, что уже город становится драйвером экономического развития в целом страны. И по объему, скажем, доходов на душу населения Астана уже сравнима с некоторыми среднеразвитыми городами мира. Например, по ВВП на душу населения, в составляющем в Астане около 22-23 тысяч долларов на душу населения, это примерно такие города, как Шанхай, Пекин. То есть город очень быстро развивается. Развитие города, конечно, способствовало, прежде всего, это инвестиционная привлекательность города, большие потоки инвестиций свыше. В среднегодовой около более 500 миллиардов тенге приход инвестиций. В основном это инвестиции со стороны частного сектора. С появлением новой столицы произошла архитектурная революция. Масштабы строительства поражали. Ведущие архитекторы мира дали волю своей фантазии. В Астане тесно переплелись европейская и восточная культуры. Чем еще нас удивит столица? Основные, конечно, направления, я могу сказать, у нас строительство, это в районе Ханшатра, у нас по проспекту Туран, большое строительство ожидается. Это один из таких крупных планировочных районов. Потом район, как помню, аллеи Маншалдык, это за пирамидой, вот тот район. Это тоже у нас очень крупный планировочный район, который мы тоже планируем к 2017 году освоить. На нем у нас будет стоять новое здание железнодорожного вокзала, венчать, заканчивать эту аллею. И район улицы Оренбор. Сейчас улица построена уже, на ней уже стоят правительственные здания, и в сторону аэропорта предполагается хорошее развитие. Также эта улица, она проходит вдоль выставки Экспо, то есть мы это все планируем реализовать к 2017 году. В самых таких, наверное, смелых мечтах, что город станет таким, или что город будет развиваться именно как город, так сказать, современный, мирового уровня, немногие предполагали, и немногие, может быть, даже верили в это. Ну, не то что с точки зрения проживания, а с точки зрения, в целом, городского развития, есть огромный потенциал. Но в то же время предполагать, что он так развьется, наверное, никто не мог. Поэтому здесь в этом плане, не кривя душой, можно сказать, что то, что мы сегодня видим, это, наверное, фантастические изменения. И это отмечают многие международные, зарубежные эксперты, политические деятели. Те изменения, которые происходят в городе, ну, такие изменения происходят, наверное, не во многих городах мира. Я житель этого города, всю свою сознательную жизнь я провел в нем. Все это наблюдал своими глазами, как город рос, становился краше. Мне очень приятно, что я родился в этом городе, что у меня есть возможность участвовать в строительстве и развитии этого нашего города. За 16 лет провести, то есть достичь таких изменений, это не всяк сумеет. А значит, у нас есть огромный резерв, огромная возможность. Это сила и единство народа. Астана – сердце Казахстана. Всего за 16 лет родился абсолютно новый город, амбициозный город. У него своя культура, своя неповторимая архитектура и свой ритм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова